Всем доброго утра, мои дорогие зрители. Бегу я на море. Хочу пораньше пообщаться с природой, с морем. Несколько дней не ходила. У меня сегодня очень насыщенный день. Потом будет не до этого, и будет жара, естественно. Так что я первая, наверное, вышла сегодня. Делаем скейт и фотосессию. Всем привет-привет. Уи-и. Начали. Никого нету на улице. Что-то весь город спит, кроме меня. Бегу с таким наслаждением. А сейчас так не жарко, так классно. Вчера я легла. Сегодня легла под утро. Знаете, во сколько? В 4 утра. А, вон двое мужчин. В 4 утра. Вчера с мужем смотрели такую интересную программу. Амазон. Амазон. Называется какой-то фильм. Как одна девочка, таиландка, жила в лесу. Именно у нее же такой же. Таиландка или какая-то, или Корейка, не знаю. Соорудила себе шалаш возле речки. Из дерева какого? К бамбук. И жила там собачка и обезьянка. И вот эти ее различные приключения. Как она каждый день вставала. Как она искала себе еду. То змею поймала. Какое интересное. Просто обалдеть. То ящерица к ней подходила. Хотела собачку тоже скушать. И про ее жизнь. Так было интересно. И с мужем сидели. Давно я его так не поддерживала. Он так радуется. Боже. Как надо. Ему мало для его счастья. Только мое внимание. И чтобы я была с ним рядом. Разделяла что-то. Да. К сожалению. К сожалению. Я это делаю не часто. И надо исправлять свои ошибки. Исправлять ошибки, друзья мои. Бегуя, мои дорогие. Еще с вами увидимся за весь день. 7 утра. Я на пляже. Так рано я еще не была. Я приходила в половине восьмого. Но не к 7 часов утра. Море спокойное. Тут уже многие покупались. Многие в процессе. Море хорошее. Бегу-бегу купаться. Какое шикарное море, мои дорогие. Хочу с вами поделиться своим состоянием. Боже мой. Какое чистое. Какое хорошее. Боже. Я прямо растворилась в нем. Сразу проснулась. Как хорошо, что я пришла. Как хорошо. Какая я молодец. Какая молодец. Чистая, чистая. Детки как купаются в одежде. Ну, не то, что я так смеюсь или осуждаю. Не, ни в коем случае. Знаете, что я заметила? Раньше на душевых были такие распылители воды. На душе. Как всегда бывает. А сейчас нету. Блин. Так все. Оказывается. А, вот там есть. Видите? Красное. Неужели украли? Понимаете? Люди такие сейчас, что, наверное, с нами они ночью, мне кажется. Смотрите, чем я занимаюсь. Да-да-да. Вот сарма. Сарма. Не знаю, как. Сарма. Вот еще и занимаюсь этими делами. Вы не представляете, как я устала. Я сегодня три часа спала. Я делаю этот весь день почти потратила на то, что я скоро вам открою. Какое интересное дело, да? Вы думаете, что там Светлана? Что там Светлана нам готовит? Ой, какое. Вы точно не ожидаете. Точно не ожидаете. Хорошо, сейчас пришла моя Наталья. Мы немножко хоть с ней посидели. Она от всего отказалась, потому что сейчас жарко. Она тоже себя неважно чувствует в этой жаре. И от кофе нет. Только вот водичку попила и все, мои дорогие. А я вот сижу и накручиваю сарму. Вот. Посмотрите, сколько я сегодня накрутила сармы. А вот готовая. Одна порция. Осталось от килограмма, наверное, штук 10-15 листьев. У меня пошло 2,5 стакана. Я не знаю, сколько здесь. Но вот тут 40 с чем-то, да? Я так уже считала, считала и запуталась. А это мы сейчас будем кушать. А это, знаете, что я придумала? Вот так вот по отдельности. Подальше друг от друга. Я положу в холодильник, в морозилку. А потом уже можно по пакетам. Я же помню так, помню раньше, это же Лобатуми, и так блинчики делали. И все. Почему я так сделала, не готова? Потому что мы же столько не сидим сейчас, да? А как вареники налепила, так это намного легче. А сейчас мы с вами попробуем. Вот это все для салатика. А и вот мы попробуем с вами на тарелочке. Оценю. Тут вообще очень легко готовится. Тут нужен жареный лук много. Томатная паста перцовая. Пряности. Петрушка, укроп. И что еще? Пряности. Соль. И масло. Я сделала на растительном. У меня нет оливкового. Растительного у нас много. Идет хорошо. Ой, какая вкуснота. Очень вкусно. Жду мужа, пока он придет. Как вам идея? Правда, классно? Как вкусно. Можно еще лимон, но у нас нет лимона. Вообще лимон и 20 лир в килограмм в маркетах. Стыдно даже. В такой цитрусовой стране такая цена на цитрус. А вам приятного аппетита. Сейчас придет мой муж, буду ухаживать за ним, обслуживать. Боже, как я хочу спать. Как я хочу спать, мои дорогие. Жара неимоверная, но у нас в доме не жарко. В доме не жарко. Когда сидишь, сквозняк туда-сюда гуляет. И все отлично. Посмотрите. Видите? Какой ветерок. Сквознячок. Я сидела на балконе. На балконе сидела, свет включила и готовила эту сарму. Сарму, сармо. Надеюсь, сейчас понравится она вам на вид. Почему я говорю? Потому что я не помню. Когда-то я ее раньше готовила. Мой адрес получила очень много критики. Надеюсь, сейчас понравится. Но мы же учимся с опытом. Все приходит, друзья. Мы не родились такими умными. А там, кстати, сегодня фильм. 9 часов начинается. Боже, я бы с удовольствием пошла бы под открытым небом посидела. Уже начался. Видите, там сидят люди. Подавилась армой. Такой кинотеатр у нас. Романтика. Завтра будет, кажется, мультфильм. Или через день. Тут, не знаю, когда сеансы. Видите? Видите? Кстати, мы должны взять размеры нашей занавески и поменять. Поменять должны. Скоро у нас будет. А с другой стороны, то, что она вся в дырках, это так классно дует. Потому что здесь все будет закрыто. А так развивается, смотрите. Вентиляция. Потому что невозможно. Боже, сейчас вот я бы легла бы и поспала. А завтра новый день. Завтра я должна пойти на зумбу. Потому что нельзя так пропускать. Надеюсь, вечером будет уже такая погода хорошая. И я буду чувствовать себя замечательно. Всем доброго утра, мои дорогие. Сегодня у меня утро началось на набережной. А точнее, я уже искупалась. Я уже позанималась йогой под моим любимым деревом. Сейчас слушаю книгу «Транссерфинг. Реальности», которую мы тоже читаем в клубе «Лучшая жизнь». С Катей Гуру. Повторение «Мать. Учение». И «Побегу домой». Пока не жарко. Девяти еще нет. В семь часов я была уже здесь, на набережной. Оказывается, в полчаса я плавала, оказалась туда и обратно. Я так люблю порахаться в воде. Если бы у меня было времени, я бы сидела до сих пор там. Желаю вам прекрасного настроения, мирного неба, мои дорогие. Счастья, здоровья. А я побежала домой. В Карфоре увидела такое мороженое российское. Пломбир. 13 лив стоит. 13,70, 14. Пломбир, видите, разная тут с гущёнкой. Душа обрадовалась. Но дома столько мороженое, я не буду брать. В следующий раз. Действительно, дома такие шикарные мороженые. Тарты сами видели. Сделают здесь асфальт. С той стороны двусторонняя, такая узкая. Будет красиво. Боже, зашла я в Карфор. Думала, ничего не буду брать. Посмотреть, посмотрела, хотела так журналы. Затем. То, сё, то, сё. Вот и купила. Купила новую пепельницу. Жёлтую. Мне так что-то понравилось. Жёлтая. Капусточку такую купила. Люблю я. В этот раз мы на базар. На базаре. Мой муж пошёл по делам. Он ничего не купил. Только по дороге он увидел. Огурцы, помидоры. Очень вкусные помидоры. Обалденные. Конечно, дал много черри. Но просто не передать, как вкусно. И что я хотела сказать. Арбуз мы купили в Айузбере. Очень вкусный. Очень. От мороженого я воздержалась. Потому что дома у меня два вида мороженых. И купила молоко я. Молоко купила. Планы есть какие-то. Что-то спечь. Ну и знаете, я попробовала Нескафе с молоком. Нескафе с молоком. Попробовала смешивать. Но со сливками там, что добавляют, неизвестно. Вкусно, но... И мне понравилось со свежим молочком. Пить растворимое кофе. Сейчас бегу домой. И сразу в душ и кофеек себе. Видели, как люди живут на первом этаже. Смотрите. Да, я бы здесь не захотела жить на первом этаже, конечно. Еще хотела посмотреть для мамы краску. Она вот сейчас, я с ней разговаривала по телефону и попросила краску. Но ее номер... Вообще палета не было. Палет ей нравится. Я ее отправляла. И не было, друзья мои. Это надо сегодня нам вечером. Вечером сегодня не получится. Может, завтра или с утра, или вечером пойти и купить. Сейчас уже такое солнце пек. Я уже еле иду. А мы как раз в это время всегда с девочками занимались. Да, очень сложно, конечно. Теперь я понимаю, как выйти сейчас в такое время. Да, допустим, я близко здесь. И то вон в начало 11, когда я иду домой. А мы возвращаемся в начало 12. Не каждый сможет. Вот наш дом, вот новый дом. Аквапарк. Вчера был, кстати, сеанс кинофильмов. Но я была вчера никакая. Пока накрутила эти голубцы с армой. Потом убралась и вот прямо отключилась. И чем больше я сплю, тем больше спать хочется. Я вчера вроде бы проснула рано. Еле проснулась. Почему так говорят, да? А когда мало спишь, так быстро встаешь. И приходишь быстро в ресурс свой. Так что вот иду. Иду, мои дорогие, домой. Ой, кофе пить. А вечером я пришла на зубу. Нас сегодня немного. Мало девочек. Потому что сейчас многие в отпусках. Ну, а я прибежала немножко развеяться. Иде! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.